Здорово, бандиты. Сашка Про, моя вторая личность Изи. Привет-привет, ребятки. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Импэмпайр против кого? КБУ. Точка ЮС. Да. Посмотрим, Кэрри Марси? Или не Кэрри Марси? Нет, не Кэрри Марси. Не Кэрри Марси? Ну хорошо. А кто тогда Кэрри у КБУ ЮС? Скорее всего, Гримстроук? Мне тоже так кажется. А у Империи кто у них там? Ну, Джаггер точно нет. Да-да-да, мне так же кажется. Плак. Плак, да. Плак. Ты правильно все горишь, Саша. Да. Ну что, разбивают у нас смоки сразу КБУ. Хотят, наверное, вардик сразу, да, ставят у нас Пикачу вардик. А у нас с Империи выходят вниз. Все вместе идут. В пятером хотят сразу флакашечку. Возможно, сейчас ТП. Ой, ТП. Смолк прожмут. Нет, смоков, по-моему, у Никола нету. Но они так хотят забрать, скорее, через Сон Байна, наверное, начнут какой-нибудь. Да, там Джаггер покрутит, Сапак закидает кнопочками. И в итоге отходят. Возможно, принять кого-то готовились. Думали, что кто-то сюда пойдет. Да, на кого, кстати, ставишь вот в этой битве? По пикам? По пикам больше всего. Ну, все же я не вижу по бою ЕС такого персонажа, который им игру выиграет. По типу... Который перебьет Джаггера в лейте. Да, 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 да. Вот у Тим Эмпайера этот Джаггер. Все же. Я вижу персонаж, который, когда она фармит свои слоты, будет там в ульте летать и убивать. Тупо Вардикс у нас Варден увидел. Да, 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 да. Надо будет чуть позже сломать. Да, но мне тоже... Ну, непонятно пока. Мне Тим Эмпайер больше пик нравится, потому что у них и Розор есть, и Бак, и Тренд, который, кстати, появился, по-моему, в первый раз на премьере. Да, 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 да. Это уже говорили в аналитике. Он был в банах, но первый раз в пиках. И в итоге расходится по линиям. Никаких у нас ферст-бладов. Так, только Вардики поломают. И то нет. Это только Сентричок. Так, Бейн у нас уже наверху ТПшивается. И в итоге у нас легкий-то будет не Марси стоять. Это Донбрейкер. А ты все-таки Марси, да, ожидал? А я все же Марси ожидал. Не дождешься. Не дождусь. Но это офлайн Марси получается. Или офлайн котел. Но они оба на этой линии стоят. Тут уже начинаются разменчики. Уже криппочки зашли под башенку. И пока ровное у нас стояние. Не будет какой-то ранней агрессии. Хотя видно, что мидер команды импари получил ловел раньше. Да, но видишь, Бейн уже поседает. Джайкер поседает по хпшке. Ну, потому что котел задул, видимо. Да, да, да. Ну, котел всегда... Мне на четверку котел не нравится тем, что когда он задувает, он пушит пачки. Он всегда пушит пачки. Это развязывает руки саппорту вражеской команды. Ему не нужно пулить постоянно. Потому что линия и так будет на них идти. И он может в этот момент начать размен делать. С тем же котлом или в оффлейнером грызаться. Да, но у Кубу линия довольно сильная. Ты видишь, что котел ставит задувочку. Марси под конец может прыгнуть. Да, прыгать, дать станчик. И мне кажется, 33-й можно сразу дать. Да, 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 да. Такое возможно. Вот, у нас дайвер закидывает. Сразу же это. Но он отвечает крутилкой. И неплохо в ответ дамажит. А Марси сразу прыгает. Начинает лупить Джагера. Его подсоливает Бэйн. Кидает сон на Марси. И разошлись. А Марси сразу Бэйна закидывает. А котел уже задул. И как бы тут Ферстблад не отдать? Нет. Ферри Фарик спасает. Ферстблада не будет. Марси прыгает дальше. И все же это Ферстблад. Умирают у нас 33-е. И неплохая реализация кладчика. Да, но видишь, у Марси кулдаун. Слишком маленький. Да, и прыгает далеко. Да, прыгает. Не побоялась. В итоге пока тяжело. Ну и на низу видно тяжело. Газов всегда против миличного. Только раз стоит. Да, ему вообще кайфарик. Нажимает второй скилл. Да, и все. И стой ты там под башней. И жди пока у тебя дебаф пройдет. А я пока крипов подобиваю. Да, кстати, первый раз мы видим Марси у нас на первой позиции играет. Донбрекер. Точно, извините. Донбрекер у нас на первой позиции. Ты меня тоже прости. Посмотрим, что из этого получится. Но я... Ну, мне кажется, такое себе решение. Потому что... Не стандартное. Да, не стандартное. Как бы Джаггер смотрится по-сиденью. Но посмотрим, что придумали в КБУ. Но это как минимум корт, который в любой момент может присоединиться в файт. Вот. Какой бы части карты не происходило что-то, она, допустим, бьет лес. Бах, ульта. И прилетела. Куда надо. Там на Рошана или во вражеский лес, например. То есть у нее с вопросом перемещения по карте не будет. Да, но видишь... Но будет ли она рукой бить быстро и больно, как Джаггер? Да, вот в этом-то и проблема, мне кажется. Здесь больше надежды на первый скилл, то что... Да, да, да. Там в Брани шар, она в БКБшке крутится. И вроде как это сильно. Здесь у нас Бейна опять закидывает, но котел не задул. Поэтому просто разойдутся. Марси прыгает дальше. И, возможно, сейчас будет. Надо вард под Бейна запустить, чтобы он его хилил. Но тут хотя бы Джаггер спасает ситуацию своим вардом. А здесь у нас размены на низу идут. Реалма бьют, но Реалма и отвечает тоже. Так, а здесь тренд. Кидает свой первый. Раздор такой крутит, набалтывает и убивают у нас Раздора. Также у нас тренда почти добили, но он... И тренда добивают. Добивают тренда у нас. В итоге отвечают. В итоге Раздор не всегда выигрывает линию против милишника. Да, под первый скилл он попал. Да, сразу же обменялись от типами. Так, подбодрить друг друга. Ну, возвращаются на линию. Посмотрим. Надо больше так не ошибаться. Да, пока что в миду у нас парни стоят ровно. 26 на 25. В принципе, да. Да, и в целом КБУ ЮС начинает бодренько. Уже 3-0. Тут уже Марси опять запрыгивает. Бейна бьют. Но уже ловят саму Марси. Джаггер крутится. Не достает сейчас чуть-чуть крутилкой. Она успевает выйти и не получает 1000 урона. И выживает. Да, сапожка еще идем на Джаггера. Да, прыгает она дальше. Задувает котел. Очень больно Джаггеру. Он пытается уйти, но добьют его, скорее всего, здесь. Нет, не пошли. Так. Не хватает последней тычки котла. Сразу же ставится вард. Будет стоять, хилиться. Марси, конечно, бы рада прыгнуть, но он держится очень далеко. Дайвард хилит. Тренд нахил накинул. Да, да, да. Но тяжело, тяжело пока что Джаггеру стоять. Да, поперед. И тут уже опять у нас Бейна бьют. Перекидывает его Марси. Хочет сама уйти, чтобы ее не добили тычкой. Но тычкой ее как раз-таки Бейн добивает. И это уже был лишний выход на Бейна. Да, БЗЗ отлично сыграл, в принципе. Но Марси здесь, мне кажется, чуть ошиблась. То, что занаглело так. Да, и еще его варф чуть-чуть подхилил перед тем, как он пошел пулить. Да, но видишь, Марси теперь может ТП в мид. А нет, нажимает ТП наверх. Нет, нет, нет. Кажется, можно было в мид выйти под станчиком Марси. Не, но в мид сейчас выходят под руны. А сейчас еще 3 секунда руны, это рановато. Здесь у нас глиф прожимается. Зачем-то, скорее всего, где-то линия подпушивалась. Здесь у нас перекидывает опять Бейна. Марси его бьет кулачком. И бьет достаточно больно. Бейн сразу же кидает сон и уходит. Можно, наверное, чуть дальше пойти за ними. Нет, нет, далековато, далековато. Он далеко может уйти. Теперь можно Джаггера поразминать. Он на линии стоит. Да, и у него половина ХП. Вот, кстати, тренд перемещается. Да, 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 там за контролью тюну. И вот они встречаются. Сильно пробивают Пака. Пак ставит Дрим Койл. Здесь перетягивается еще Гримстрок. И Пак это, скорее всего, не переживет. Нет, пока что живет. Все. На первый свой перемещается. И здесь уже, скорее всего, трента будут убивать. Но здесь еще появляется Бейн. Кидает сон, спасает трента. Гримстрок этот сон на себя перекидывает. Атакует Гримстрока в спину. Транта убили. И Гримстрок тоже погибнет. В итоге размен саппортами. Неплохо. Каждый из мидеров получил по булочке саппорту себе в копилочку. Но Пак возвращается на линию слоу ХП. Ему надо бы выхилиться сначала. А то, как только КДш в Севемберспире, то все способности может атаковать. Да, сейчас тренд, кажется, возродится. Заразу на Пака кинет. Ну, может, да. А здесь у нас Джаггера так пробили, что ему крутилку ТП Аут пришлось прожимать. Боялся умереть. Боялся на ноге не уйти. И здесь дальше, дальше. Эта линия у КБУ ЮС в оффлейне душит. Они уже перемещаются в лес. Знают, что Джаггер, скорее всего, уже там. Вот, уже задувает. Марси прыгает. Видят Джаггера. Джаггеру надо не подставляться под этих коняшек. И отходят, отходят. В итоге сейчас, скорее всего, будут подпушивать линию по чуть-чуть. Или нет? Развернуться, развернуться. Это обманный маневр был. Там, скорее всего, и Мерси идет дальше. И перцы уже просто отойдут, понимают, что... Здесь стаки заметили, все. Есть инфа по тому, что тут стаки стоят. И надо их, скорее всего, сейчас попытаться забрать. Так, хотя бы котлом задувку пустить. Но нет, они уже, имперцы, сами начинают эти стаки забирать. Под вардом, под всеми скиллами пака. Надо срочно это все убивать. И Стрэнд еще сюда приходит. И тут уже не важно, кому какой крип достанется. Лишь бы они все умерли. Тут всем хватит. Всем хватит. И стаки забираются. Не все, конечно, там еще есть на другом споте, но... Часть уже золота была заработана. И в итоге у нас пак на первое место по крипам пока вырывается. Да, но пока оставили одного у нас Розора. Как я вижу, ему пока что отлично, потому что Ландрис стоит на линии против крипчиков. И начинает камбэкаться. И тут у нас у пака есть уже равно инвиза. И также атакует Кримсрока. Но здесь уже кэри команды КБВС. Пака в итоге очень больно пробивает. Его пытается выхилить Торрент еще живой. Прыгает даунбрекерса и ульте, но ей сбивают с Сайленсом. В итоге, скорее всего, она это и не переживет. Да, она это и не переживает, но Торрента очень сильно пробивает. Прыгает эмбер, тычка его добивает. Пак пытается уйти. Уйдет ли? Нет. Не стало на орб свой блинкаться. И пока что расходятся. Да, потому что оба мидера пробиты очень сильно, не хотят драться. Разор выхиливается флаской, а паку тпшуется... Потому что не догонит котлайзис у нас. Да, котел очень быстрый. Разор, извиняюсь, разорчик. Джаггер. Джаггер крутилка не догоняет. Сразу же макик КБУС. Марси, Эмбер и Гримстрок в смоках идут. Хотя у двоих из них даже нет ультимативных способностей. Но уже хотят реализовать какие-то смоки. Находить драки. Да, дымать же хватит. Да, разор хотят атаковать. Сейчас реалм тоже перетягивается. Уже вытянул свой молоток. Старнет. Шачло умирает. Ну, хорошо. Смок реализовали. Убили Шачло. Сбили ему темп. Знали, что у него нету ни ультимейта, ни подкрепа здесь. Даже Тарнет не успел на него хил повесить, если я правильно заметил. А у нас очень богатый котел. Уже покупает себе апнутую урну. Весел в кармане. Уже готов его будет накидывать сейчас на Джаггера того же, может быть. Либо на Разора. Скорее всего, на ком будет хил висеть. А твой будет. Да, 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 да. Мак пытается чуть-чуть так леса подфармливать. Ну, и уже на линии так особо не хочется стоять. Слишком опасно. Могут подловить, могут пробить сильно. Да, у нас донбрейк собирается через ту же сабельку. Да, стандарт пока что. И, возможно, сейчас внизу будет встреча. Там я вижу, что-то обводят на мини-мапе. Скан используют. На скан попадает у нас донбрейкер. Атакуют у нас трэнта. Уже половины хп нет. Из-под молотка не успел он вылезти. Сильно пробивает у нас Джеймса. Он отходит. Но здесь уже шачло помогает. Реал мы тоже сильно пробили. Половина хп остается. И разошлись. Просто разошлись. Не захотели драться. Понимаю, что здесь Алан Пост стоит. Если что, кто-то из КБУ тоже сюда может притпшиться. Либо же тот же Эмбер на ноге прибежать с мида. И возвращаются на линию. И тут, скорее всего, будет сейчас драка. Потому что перетягиваются два сопрорта команды КБУ и ЮЭс. Сейчас они из леса шли в ту сторону. Хотя нет, развернулись и идут теперь на борт в мид. Возможно, захотят пака поймать. Ну или хотя бы Бэйна. Да, Бэйн, кстати, вот книжку покупает. Сейчас шестой уровень получится. Можно, в принципе, Пикачу убить в миду. Да. Но там уже за спиной стоят сапики. Он просто наверх в ТП. Да, да, да. Возможно, Джаггера захотят убить. Пока волшебство работает. И тут котел задувает. Джаггер под тавром пытается что-то зафармить. Видят уже Пикачу. И не хочет. Просто будут вышку забирать, скорее всего. Тут важно для КБУ и ЮЭс полностью вышки добивать. Потому что тренд выхиливает. Джаггер сразу же нажимает крутилку, как только его связали. Выбивает крипов и его сейчас будут бить. Тут уже летит карри команда КБУ и ЮЭс. Сейчас Джаггера очень сильно пробивают. Успевает заултить в Эмбер. Эмбер погибнет. Дамбрейкер тут остается одна. Котел далеко. В арт-хиле Джаггера. Бэйн уже шестой. Поймал у нас карри противника. И убивают. Минус первая и вторая позиции у КБУ и ЮЭс зашли далековато. Джаггер выжил в итоге. И котла тоже ловят. Котел не стал уходить отсюда. Возможно, думал, что сможет спасти как-то. И это минус три. Дабл-кил для Джаггера. Отлично. Он этому очень рад, доволен. И очень хорошо тут все разыграло Тим Эмбер. КБУ и ЮЭс зашли далековато. Да, хорошую перетяжку сделали. Засейвили своего Кора. В итоге еще и убили трех персонажей. Да. Да. И этим они более чем довольны. Били Мидера, Кора, котла тоже. Да, да, да. Тут они прям в большом плюсе. Здесь, я так понимаю, до меня только что дошло, что это котел, получается, троечка. Да, потому что Макс троечка. И в итоге у нас сейчас Пикачу связал двоих. Пакс снял с себя это с помощью иллюзий. Но сильно его пробивает. Тренд тратит ульту. В итоге у нас Гримстрока убивают. Пикачу идет дальше вместе с Марси за Трендтом. Передумал. Подходит у нас Тренд. Здесь у нас во сне стоит котел. Бойна тоже сильно пробили и разошлись. В итоге Пака разменяли у нас Гримстрока. Ну, тут уже КБУ ЮЭс больше этим довольны. Потому что вражеский мидер погиб. Да, сейчас, наверное, будут вышечку подпушить. Да, здесь уже Раззор. Хотят атаковать. Цепился Раззор в Марсе. Марсе начинает бить, но скоро она вообще не будет наносить дамага. У нас Эмбер во сне. Раззора очень больно пробили. Весел работает, его почти не хилит. Пытается его Эмбер добить. Хватит ли дамага? Надо еще там подождать, пока второй откдешится. И сейчас дождется и убивает Раззора. В этот момент там пробивают Сапиков и котла. Да, котла убивают. Сапики стояли в Дримкоэле. Ловят еще Гримстрока в сон. Добьют его. Тут окружили все. Марси пытается уже прийти с Миссис Покачо подсейвить. Но в итоге у нас тут Джеймса еще убьют, скорее всего. Да. А Эмбер уже бежит за Бейном. И тут еще все Сапики, возможно, полягут. Убивают у нас Марси. Пак вернулся, помог своему Сапику. Бейна убили. А Донбрекер добила Тента. И тут уже остались мидеры. Один на один. Но разойдутся, да. Потому что тут уже эта игра не стоит свеч. В итоге такая уже долгая. И драка, и много кто погиб. Ну, в итоге разминать, мне кажется, 0 в 0 команды. Ну, примерно так, да. Там недовольны только те, кто умерли первыми. Да, но посмотрим, что будет с Эмбером, когда он БКБшечку купит. Станет чуть поактивнее. Не будет уже этого пака бояться. Только Бейнг будет страшен. Ну и ульта Трента. Да, но и тут еще вопрос Реал. Что нафармит. Как он будет вносить такой же дамаг, как Джаггер. Да, но видишь, пока что у него в планах Монту себе купить. А Котел у нас уже, ну, как я уже говорил с Веселом. Он хочет Траваласия дофармить, чтобы линии сносить. Да, но видишь, он здесь Монту вынужден покупать против Трента. Да, 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 конечно. Это не тот артефакт, который ты хочешь купить на кэре Донбрекере. Да. А Смоки у нас тем временем прожимают команду Тима Пайр. Бейн и Транд бегут в них. И пока что это Смоки, скорее всего, не на килла поставить ворды. Да, скорее всего, это так. А команда КБУ-ЮС потихоньку в полном количестве перетягивается наверх. Хотят вышечку-то забрать. Тим Эпайр это не хотят допускать. Идут в ту сторону. Да, Джаггер пока нижний Тауэр забрал команду КБУ. В принципе, мне кажется, имперцы готовы сейчас дать бой, потому что все ультиматы имеются. Да, да, да. А, нет. Сейчас Разор встретит их первого. Разора связали. Котел уже задувает. Взрываются у нас Разора. Разор встанет. Разор это не переживет. Все, очень много кнопок влетело. Здесь уже Пак. Сейчас хороший Дримкоил можно поставить Донбрекер. Сюда летит на ульте. Эмбер связал Пака. Бьет Пака. Но Соло его не убьет. Пак ставит Дримкоил на Эмбера. Донбрекер пытается его застанеть. Но Пак уходит в шифт и выживает. Выживает. Отходит уже под Т2. В итоге расходятся. Отделались малой кровью, только Разор погиб. И КБС довольны этим. Да, без БКБшек пока что имперцам тяжеловато. Я уже думал, что они могут дать бой. Но, как я сейчас заметил, магдамиджа у КБУ очень много. Да, да, да. И тут врываются в Бейна. Связали его вместе с Паком. И погибнет и Пак здесь. Минус 2 на ровном месте. Возможно, к Тим Эмпайр подумали, что они уже отошли отсюда. Решили вернуться. А команда еще тут. И она готова была дать этот бой. И убивают двоих. И сейчас еще вышечка упадет, скорее всего. Здесь под Катапу. Очень много героев. Тренд выхиливает. Знает, что Тренд здесь. Ищут его. Но Тренд в деревьях умеет прятаться. Не найдут его здесь, скорее всего. Да, и вышку заберут. Это 100%. Хотя... Нет, до хила еще 18 секунд. Нет, нет, нет. Нет, тут, конечно, хил это здорово. Но когда тебе ее настолько сильно пушат. Еще Бейн летит зачем-то. Да, и Бейн сейчас выйдет у нас. Пытается спрятать кого-то. Но в итоге это просто быстро минус. Убивает пятерку команды Тим Эпар. И врывается на Трента. Его видят. Он не сможет уже уйти. И убивает здесь Трента. В итоге Бейн еще и товарища своего сдал, получается. Да, непонятно, зачем он эту ТПшку делал. Один. Да, это странно, конечно. Четыре вражеских героя Каблу имеется. Возможно, какая-то дизинфа пошла у них в это, в Тим Спике. Сказал кто-то, что ТПшки, сейчас подеремся. А в итоге придумали. Да, смог, кстати, Бейн сразу покупает. Да, и тут Пак, скорее всего, заберет вышечку. Не смогла Марсе ее задонайить. Но и ведь Пак ее не забрал. А здесь уже Реалм, может, также на мид перетянулся. А остальные три герои КБУ все еще во вражеском лесу. Так, блин, появляется у Пака. Да, возможно, теперь он может держать позицию чуть-чуть получше. Чтоб в него так не врывался Эмбер. И не сносил ему пол лица до файта. Но не оставляют, не оставляют лес КБУ и ЮС. Возможно, хотят дальше агрессию проявлять. Но по их пику, понятное дело, что они хотят ранее агрессии. Когда у Джаггера еще нету Баттл Фьюри или что он там собирает. Да, но видишь, они дерутся, дерутся. А все это время Джаггер-то фармит спокойно. Уже 8400 нетворс. Здесь у нас Марси прячут в сон. Возможно, хотят, чтобы перетянулись. Так, Пак вырвается. Дримкоил хороший по двоим. Марси быстро убьют. Или не быстро. Или она еще и выживет. Нет, не выживает Марси. Гримстрок здесь набалтывает. Начинает бить Гримстрока. Гримстрок это, скорее всего, не переживет. Дамрекер летит на ульте. Очень больно Бэйну. Бэйна убивают до ульты. Также убивают Трента до ульты. Разор вцепился в Эмбир Спирита. Убивают тем временем Гримстрока. Также Разор у нас умирает. Остается здесь один пак. Нет, Джаггер уже здесь. Он разультился у нас в котла и убил котла. И в итоге у нас остались только Мидер и Кэрри. Драка Мидер и Кэрри. Джаггер крутится. Реалма бьет. Байбэк от Бэйна. Джаггер продолжает накручивать. И последним критом добивает Амбрекера у нас. Отсюда убегает один Эмбер. И в итоге драка уже за Тим Импер. А здесь Бэйн может забрать волшебство и ультануть у него. Да, ультит в Эмбера. И Эмбер тоже это не переживет. Хватит ли дамага? Да, конечно же хватает дамага. И убивает еще Эмбера. И это вообще Тим Вайб получается. Да, отличная драка от Эмперцев. Еще и вот Джаггер тут же самый перетянулся. Да, дал хороший ультимейт по котлу. Сразу его вырубил. Да. И в итоге потом еще крутилкой добил Реалма. Ну не крутилка, а критом. Вот тот самый последний крит. Да, да, да. Который ты не ожидаешь, когда убегаешь от него. Да. Монта, кстати, уже имеется у нас у Джаггера. Можно прикупить последний артефакт. И еще легче становится игра для Эмберцев. Потому что все равно Джаггер фармил, фармил. В итоге прошел в драку. И много еще залутал с этой драки. Да, 17 уровень имеет. И пока что он впереди планеты всей. Уже 10 тысяч на творство. И вопрос, могут ли остановить КБУС этого Джаггера. Монту все докупил себе. Теперь готов с себя еще всякие дабафы снимать. Да, Госс хочет купить себе котел. Видимо, не понравилось ему в УТе Джаггера бегать. Да, да, да. Хочется теперь выжить после нее. И пока что расходится по лесам. Не будет у нас какой-то активной игры. Хотя потихонечку КБУС опять выходит во вражеский лес. Сейчас, возможно, будет встреча. Эмберспирита видят. В сон его кидает Бен. Сон снять некому. Котел подбегает. Ну, так, уже подожду, пока сон снимется. Тим Эмпайр уходят отсюда. Все ушли. И занимают опять лес команды КБУС вражеские. Вышка начинает пушиться. Потихонечку пока что только крипами. Там только один Бейн, чтобы ее дефать. Но Бейн на этого, возможно, там найдут. Уже клики по нему идут. Впрыгивает в нее Марси. Нашла его. Сданет уже. Сюда Эмберспирит приходит. И не переживет это БЗЗ. Да, умирает у нас Бейн. Ну, БКБ у Эмберспирита. Но он его не нажимал пока что. Так что, в принципе, еще можно драку навязать какую-то КБУ. Да, и вышку продолжат пушить. Потому что, как я уже говорил, против Трента надо вышку ломать до конца. Чтобы он ее не выхилил. Сразу же Смоки у нас прожимает КБУ. Вес в них пока что 3-я, 4-я, 5-я позиции их команды. Ищут кого-то или же хотят просто перетянуться на Т1 вышку на Миду. Слушай, ну, наверное, никого не найдут. Но здесь нужно Эмберцам дождаться. Найдут, найдут. Смотри, у нас сейчас будет встреча с Паком. Пак сразу же ублинковывается. Идет за ним дальше Марси. Летит сюда Домрекер. Бьют Пака. И это хороший минус. Это реализация Смоков на все 100. Пак умирает. Да, в итоге еще очень много за него получил Варден. Да. Ну, видишь, я говорю, нужно дождаться БКБ на Разоре спокойно. Чтобы он мог танчить. Да, чтобы он мог... Потому что маг демоджа очень много. Да, все это переживать. Да, очень пока что тяжело Разору переживать. Это, казалось бы, такой плотненький герой. Но сильно его бьют. И здесь у нас хорошая ульта от Трента. Начинает Джаггер накручивать. Хочет быстро бить Гримстрока. Гримстрок это не переживет. Да, Джаггер убивает его. Да и он крутится, подстанивает Джаггера. Джаггер продолевает стан Марси. Но сейчас ультанет, скорее всего, в Эмбера. Да, ультанул в Эмбер. Эмбер это не переживает. Даблкил уже от Джаггера. Идут дальше, не боятся. Трент там бежит по лесам, по горам. Но нет. Нет, нет. Отходят у нас остатки команды КБУ-ЮС. Мне кажется, сейчас можно перетянуться на Рошана. 40 секунд до Эмбер-Спириты. Да, и как раз таки в эту сторону они и двигаются. За Джаггер уже забегает Рошпита. Начинает бить Рошана. Вард еще действует. Если что, и Трент подхилит. И это, скорее всего, будет минус Рошан. Хотя КБУ-ЮС хотят драться. Тут очень сильно поняшки влетают. Больно очень всем. Выходят все из Рошпита, кроме Джаггера. Да и Джаггер тоже его покидает. Но нет. Его обратно Варден закидывает. Половина ХП у нас остается у Джаггера уже. Очень больно от этих коней. Котла. И в итоге отдефали Рошана и без Замбер-Спирита. Да, но видишь, что у Джаггера все это время еще был ультимейт. Так что если КБУ на борьбы, то мы могли бы полечь в этом Рошпите всей командой. В итоге решили просто дистанцироваться и закидывать скиллами издали. Да, еще вот Донбрекер себе БКБшку почти сделал. Да, и он тоже будет выживать. В какое-то время Драггер. И перетягиваются вверх. Там у нас пока что только Пак. Да, хотят опять поймать? Нет, но Пак уже далеко отсюда. Хотят линию просто потолкать. Да, пока что просто толкают линии. А, кстати, нажимают смок у нас имперцы. Да, все в смоках, кроме Джаггера. И пойдут куда? Во вражеский лес? Да, во вражеский лес идут. Возможно перетянутся потом на Т2. Нет, на мид, на мид, на мид. Нет, не на мид. На вражескую тройку. Как у нас. Много вариантов, куда пойти. Там, если что, кэри команды КБУ-юэс. И в свой лес. В итоге никого не находят. Да, какой-то странный маршрут они выбрали. Идут в свой лес. Там же ваш варс стоит. А, ну это да не только что поставили. Нету тут никого, не находят. Мне кажется, можно вышечку забрать или... Ну, они не поняли, где противник. КБУ у нас смок нажимают. Да, и теперь КБУ в смоках, кроме... Все, кроме Эмбера, идут. Зайдут во вражеский лес. И тут уже будет встреча. Первый у нас влетает Марси. Видят Джаггера. Блинкуется. Пытается его перекинуть через себя. Но Джаггер успевает нажать крутилку. И за это мод этой крутилкой почти что убивает Марси. Марси выживает. Котел выкилил. Но тут уже она умирает. Умирает Гримсток. Гримсток добавит бэк. ТП-шится. Умирает у нас котел. Реалм прыгает. После... В БКБшке. Бегает. Убивает Реалма. Очень много дамага от Тим Эмпайр. Джаггер там своим умни слэшем просто всем лица снес. И у нас в итоге Эмбер Спирит один остается. Пытается уйти. Половина ХП у него остается. Связывает Пака. Идут за ним дальше. Пытается уТП-шиться. Сейчас увидят его. Нет. Успевает он уТП-шиться. Но тут у нас Гримсток в лесах прячется. И Гримсток будет после байбека умирать. Да. Сразу же пойдут на Т1 наверху. Скорее всего. Красота рядом. Или на Рошана. Или на Рошана. Или на Рошана. Конечно же. Можно и Рошана убить. Потому что он тоже рядом. Да. В итоге команда КБУ никого не убила. Да. И вообще дамага как будто и не было. А даже если был. То очень много хила от команды Тим Эмпайр. Тот же Тренд. Тот же Вард. Еще и Вард стоял всю драку. Вард очень много выхилил. Согласен. Ну видишь. Хорошо у нас Джаггер среагировал. Да. Да. И там потом Тренд пришел. Корни дал. И Пак Дэмкоил выдал. И в итоге полегли все из команды КБУ. В итоге сейчас забирают Рошана. Это будет первый Рошан на этой карте. Заберут его Тим Эмпайр. У Джаггера появится Айегис. Котел пытается протолкнуть тут в сторону. Скорее всего на него сейчас и пойдут сразу же. После Рошана нет. Нет. В другую сторону выдвигаются. Джаггер хочет вражескую тройку побить. В принципе Джаггер уже готов. И бой давай спокойно. Если на него нападут. Артефакты уже имеются. 21 уровень. Как минимум у него есть если что АЕ ест. Нажмет АЕ. Ну после АЕ ест нажмет крутилку. И ТП Аут сделает. А здесь у нас Бэйн находит Марси. Также у нас ДД на низу есть. Его кто-то прокликал. Да. Его пак забирает. И скорее всего сейчас Тим Эмпайр захотят. Возможно захотят какие-то шмотки дофармить. И пойти сносить команду КБУ. Да. Или могут тот же самый шмот нажать. Или отзывать ДД на паке. И также еще имеется Айегис у нас у Джаггера. Ну вот они на низ перетягиваются. Да. И сейчас будет драка. У нас врывается в Эмбер. Эмбер в сале. Уже половина хп остается. Димкоил на него ставится. Но неудачный. Гримсток в этот момент умирает. В итоге Эмбер спасся. Малой кровью пока что делались. Но гонит их дальше Тим Эмпайр. Да Джеймс прям их преследует. Да, да, да. И сейчас скорее всего Даст Корни сбивает котлу тп. Котел это не переживет. Потому что пак уже здесь. Половина хп у него остается. Дамбрекер сюда приходит. Но котел уже умирает от корней. В итоге Реалма начинает бить. Уже Шачло в него впился. Высасывает весь урон. Сам в БКБшке бегает. Пытается Реалм утпшиться. Да, вот это сработает. Против Розора. А в этот момент у нас Пикачу убили. И также у нас убивают здесь Марси. Потому что Тим Эмпайр уже по Т3 готова бить противника. Да, почему нет? В принципе Кора у КБУ пока что какого и нет. Да, и начинают бить Т2. И скорее всего Кора уже здесь не появится. И Дамбрекер не срабатывает пока что на этой карте. И уже заходят на Т3, Бараки. Возможно упадут. У Джаггера уже есть Кадди имеется. Да, Егис. Ну, как его убить? Да, также Т2 у нас на низу упала. Скорее ее даже не отдали, я так понимаю. И скорее всего этот Глиф пройдет и упадут. Да, здесь у нас Пак просто ловит Глимстрокова уже возле Фонтана. Да? А кто его осудит за это? Да. Начинают у нас Бараки пушить потихонечку. Да, это ГГ. КБУ ЮЭс решает, что не поможет им уже Дамбрекер на этой карте. Да, Джаггер слишком перефармленный. Да, да, да. Джаггера уже не оставить на вид. 18 тысяч на творство у него. И, ну, не нашли, не придумали. И в итоге у нас карта эта заканчивается за 27 минут. Тим и Пайер большие молодцы. Кстати, КБУ ЮЭс тоже вначале хорошо так огрызались. Начали они бодрячком. Но в какой-то момент подвыпало. Да, видишь, купил Разор БКБ и спокойно переживал эти драки. Впивался в Дамбрекер и все. Да, и у Тим и Пайер стоит отметить, в целом ультимейты сильные. Тот же Бэйн в кого-то впивается, в кого-то выключает. Дрэн. Корни. Да. Дрим Койл. И все. И Джаггер. Он не слэшом прыгает и всех убивает. И очень много дамага от него залетает по вражеской команде. Так что тут было тяжело, конечно, уже после 20-й пережить это все. Да, ну видишь, Дамбрекер купил БКБ, но это его никак не спасало. Да. Как мы сейчас видели в последней драке, Разор у него просто впился и он вынужден... Да, тут БКБ мало чего помогает просто. И тот же Бэйн плевал на это БКБ, и тот же Разор плевал, если успел нажать у него высасывалку. А Джаггер? Ну тут вообще без вопросов. Мое почтение. Мое почтение. Я и в БКБшке твоей попрыгаю по тебе, то сказать, что у меня слэши. Пак. Пак. Еще не стоит забывать. Дримкойлы хорошие. Ловил. Там его, конечно, один раз поймали, но это было с Маки. А пока что мы передаем слово нашей студии-аналитике. Ребята, вам слово. Расскажите нам, что случилось на этой карте. А нету здесь никакого Сашка Про. Он был уволен после первой карты. Теперь на его месте сижу я. В комментарии в кабинке меня вы можете звать Слепой Джо. А вы господин Изи, как я знаю. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте. Джо. Да. Фамилия Слепой. Ну что, переходим ко второй карте. КБУ ЮЭС против Тим Эпайр. Переходим. Я бы сказал, бежим к этой карте. Коронный алхимик. Будем смотреть, будем смотреть, да. Коронный алхимик. Ну, ответили на него Тераблейдом. Тоже не менее коронованным. Да. В принципе, я знаю, что уже вижу, как здесь. Что? Вот в лейд прыгает тренд с Блинка, дает ульту по всем. И Тераблейд всех расстреливает. Расстреливает? Потом еще накидывает страх. Страха нет. А страха тогда команды не будет. ВКБшечки будут дымяться. Да, ВКБшечки будут нажиматься после такого сразу же. Ну что, начинается у нас карта. Смоки не прожимают ни одна из команд. Довольно-таки редкое такое событие. Я тебя понял, Джо. Ну что ж, идут так на ноге пока что. Ну а зачем смоки? А зачем смоки, правильно. И там, и там такой жадный керри, который не хочет драться на рунах. Возможно. Но имперцы, видишь, опять в пятером идут по нижней линии. Да, да, да. Да, по той же стратегии, кстати, стороны выбрали те же, я так понимаю. И КБУ-ЮС у нас в миду пока что. Стоят, стоят, смотрят команды. Да, да, да. Вардики пытаются найти. Вардики поставили. Так, стоят, ждут здесь у нас Team Empire также на низу. Ну и отходят. Отходят, конечно же, сразу же у нас им кругляшок на лес. Идем фармить лес. Слушай, мне интересно, как инвокер будет против куночки стоять в миду. Да, кстати, это противостояние мы не видели, по-моему. Мы, конечно, видели инвокеров и кунок уже. Вроде было. Именно кунка против инвокера. А, по-моему, да, был, конечно, да, 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 по-моему, был. И посмотрим, как здесь будет. Скорее всего, инвокер квасовый. Квас лето все же. Вексовый тоже. Тоже лето, потому что. И посмотрим, что по рунам. Алхимик ли качнет руку. Да нет, они не качают сейчас. Да, да, да. Сейчас обычно качают у нас первый. Так, у нас здесь уже начинают пробовать Виверну. Тренд попробовал подстопить. Неплохо ее пробивает. Тренд идет до конца. Может быть, еще одну тычку и убьет. Нет, не убивает. Не будет у нас все сблада на Виверне. Виверна улетает, но уже очень сильно пробито. Придется либо в фласку, либо на базу идти. Слушай, Джеймс преследует прямо. Да, да, да. Еще пытался найти. И Виверна идет на базу. Будет хилиться на базе. Поэтому какое-то время у нас Алхимик будет стоять соло на линии. Больше экспы получит. Экспы больше получит, действительно. Но, скорее всего, к крипам не притронется. Ой, отличный Денай Рейнджа, кстати, от Умокера. Я прям увидел. Мне прям хорошо стало на душе. А пока... Ну, а вот тут вот так уже пробивает. Умокер половину хп. Ману выжигает. Да, теперь у КБУ, кстати, опять линия такая противненькая на харде. Бейсмастер, Зевс. Но без мастера сильно пробивают. Бейсмастера, возможно, сейчас убьют. Надеюсь, у нас также бьют СМК. Но в итоге у нас ТБ забирает все с блат и пробивают Зевса. Зевс, конечно, тоже больно бьет. Вот выхиливается у нас Тераблэйд. И надо добить Зевса. Тычка, тычечка. Убивает у нас Тераблэйд. Первый убил. Это важно. Он забрал Экспу. И еще он сейчас умер и вернется с пополненными ресурсами. А Зевс даже не получил экспезы. Не, мне, кстати, Зевс получил. Зевс его первый убил. А, Зевс его первый убил? Прошу прощения. Ладно, мне показалось, что именно Тераблэйд. Слушай, но все равно даблкил, мне кажется, он доволен. Ладно, да. Форму реализовал свою. Тогда ЦМК забрала Экспу. Был кто, кому досталось Экспа. Да, посмотрим, кстати, как Тераблэйд будет против. Ну, а ЦМК, конечно, противно. Вот ее Зевс уже просто ручкой бьет. Она его примораживает, отходит. Но тут Зевс может сразу болтом ее добить, если она пойдет дальше. Топорывы в нее влетают. Тераблэйд тоже очень получает больно по мордасам. Да, спамящая линия, как мы знаем, не любит магию. У него брони много, но сопротивление к магии пока что маловато. А здесь у нас Трэнд атакует Виверну. Виверну пробивают. Пангич впрыгивает. Атхимик, скорее всего, сейчас встанет Трэнта. Трэнта тоже пробивает. Теперь уже Трэнд и Пангольер отходят. Но Виверна очень сильно просела. Возможно, сейчас захотят ее атаковать. Да, еще 7 секунд до первого скелла. Но, скорее всего, не пойдут. А хотя можно. Курьера видно было. Не захотел Трэнд убивать Курьера. Решил прыгать в Виверну. Прыжок от Пангольера второй. Убивают Виверну. Реалма тоже захотят пробить. Откидывает Колбу в последний момент на Джеймса. Джеймса тоже пробили. Но разошлись. Потому что Алхимик один в поле пока что не воин. Воином он станет, когда уже будет на 5000 на Творца больше иметь. Но это не происходит на третьей минуте. Да, но видишь, у имперцев есть Тираблейд. В ответ на... Да, 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 Тираблейд будет готов отвечать Алхимику. И посмотрим, кто... Тут вопрос в том, кто на линиях больше получит. И кто после этих линий будет в покое, оставлен вражеской команде. Да, но видишь, Алхимику полегче стоять на линии имперцев. Да, потому что не такая спамящая линия. Но Виверна страдает. А Тираблейду тяжело. Да пусть она умирает сколько хочет. Главное, Алхимик живет. Вот все. Это ваше отношение к саппорту Александра. Вот это пусть умирает сколько хочешь. А потом 0.15 бегает саппик. И ты спрашиваешь, а почему ты 0.15 на 20? И вот верно у нас убивает петушка. И... А тут Зевса сильно пробивает. Добивает у нас Зевса. ЦМК забирает этот килл. Еще у нас Бессмастер такой может подпросесть. Но подходит у нас Тираблейд. Вот, примораживают. Тираблейд еще в форме, бьет. И возможно здесь еще и Бессмастер отлетит. Еще пара тычка. Еще скинутся. Тычка и убивает у нас Бессмастера. Тираблейд получает еще один килл на линии. Кайфарики. Кайфарики для него это. Да, в принципе. Более чем. А они сейчас по КД форму, мне кажется. Да. Могут убивать. Потому что у террора демеджа очень много с руки. Да. И вроде бы спамящая линия так у КБУ ЮС. А умирают. Почему-то они же. Они противники. Да, видишь, Зевсик поспамит, поспамит. А маны-то не будет и все. Да, мана закончится. Тим Эпайр не поскупится на хилы. Выхилится. И ответят. По КД форму. А здесь тренд уже перетягивается в мид. Ну, конечно же, на рунах на четвертой минуте законтролил. Сейчас инвокер заберет первую. Вторую забирает у нас Джеймс. Да, ну, видишь, Пикачу пока что чуть полегче ему в миду стоять. Да, может. В принципе, это и кунка. Ну, он на базу может ТПшиться под кристом, как вы сейчас увидели. Главное, что потом после вот этого всего не умереть. Чтобы без ТП не бежать на мид. Вот. Ну, а так он с плешиками инвокера пробивает. Ну, и все, в принципе. Да, инвокеру тяжело сейчас уже стоять в миду. А здесь у нас опять драка. Даже без формы терраблейда. Сильно пробивает у нас ММФ туриста. И... Да, колбочка. Добивает у нас еще один килл для терраблейда. Серия убийств уже. Но потом, если что, с него будет приятно снять этот стриг. Допустим, тому же алхимику. Но это надо, чтобы произошло еще. Здесь тут продолжает пробивать, но ММА у него заканчивается. Да, кстати, капелька имеется и у Кристалки. Теперь она не будет просто так от первого-второго скилла Зевса отлетать. Да, 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 да. Но здесь главное терраблейду не отлететь. У него достаточно мало ХП, а у Зевса там может ММА накопиться так. Да. Вот он, мангусики прожал. Будет сейчас закидывать болты. Или не будет? Нет, не будет. Даже не делает этого. Нет, все же делает. Но... Опасно, опасно. Вот так вот можно нырять. Но в итоге отвечают. Начинают его пробивать чуть-чуть. Иллюзиями. Настреливает. И у терраблейда, как только откатится форма, он будет дальше готов драться с на этой линии. И в итоге ЦМ-ка-то на линии еще и полезный саппорт оказывается, а не крип. Вот, она уже примораживает Зевса. Но у терраблейда еще нету формы. Хотя Зевс все равно очень сильно проседает. Да, его просто иллюзии гоняют. Да, иллюзии и колба ЦМ-ки. Все. Все, что нужно для счастья. Но не для Зевса. Не для бога Олимпа. Но хотя и топры вон видно, как терраблейда влетают. Хотя Зевс там уже почти умирает. 200 хп у него остается. Колба ЦМ-ки, имба. Ну, несмотря на то, что у нас, конечно, ЦМ-ки силу одну понизили. Скиллы ей усилили. Пофиксите уже этого персонажа. Да, надо ЦМ-ку фиксить. Я не знаю. Там на низу у нас почти убивает Реалма. Но в ответ очень много скиллов залетает. Стрэнд умирает. Лидышка на Реалма. Бангалиер может после лидышки дать скиллы. Как раз они откдшатся. Прыжочек. И первый. Нет, первый не успевает нажать. Но и Алхимик не успевает откинуть. А он сейчас Виверну убивает. И Виверну убивает у нас Шачло. Дабл-кил для него. И в итоге очень бодро начинает Тим Эпайр вторую карту. Задоминировали боковые лайны. Мид, конечно, вровень. Но боковые линии пока что доминация бешеная. Сейчас надо этому Шачло принести хилы. Да, да, да. Вот он. Фласка доставлена. Такое дерево-курьер. Алхимик это пока только ПТшка. Здесь у нас пробивает СМК. Но сейчас Тираблей подойдет. Возможно Тираблей прожмет форму. Да, прожимает форму. Начинает настреливать у нас по Бисмастеру. Здесь пытается так откинуть скиллы. Но Бисмастер это не прижимает. Потому что очень сильно он замедлен. СМК. Первым скиллом СМК. И умирает еще раз. Уже превосходство Тираблейда. Седьмая минута. Седьмая минута. Этот чили-босик не собирается отпускать эту игру. Да, в принципе. Вцепился, вцепился. Да. Такого чиполаха сейчас отвесил этому Бисмастеру. И в итоге пока что четверка Зевс не реализовывает себя. Дамагу много. Но там просто купили капли. И закончили Зевса предметом за 225 голды. Да. Слушай. Надо возвращаться в игру. Ну как-то надо. Надо как бы уезд что-то придумывать. Сейчас они пофармят лесочек. Да, да, да. Вот Алхимик уже начинает потихоньку рунки собирать. Фармить лесных крипов. Яд. Но Тираблейды вначале очень сильно бафнули. Да, да, да. С мертями. Главное, этот стрик не сбить. Потому что Сноубол карается тем, что так уж дота работает. Комбак система. Все мы о ней знаем. А здесь у нас сейчас выход на инвокера возможно будет. Вон он летит уже корабль. Крест конечно кумка не дал. Корабль все же попадает по инвокеру. И даже хил Трента его не спасает. Умирают у нас инвокер. Отличный выход. Обошел его Пикачу. Трент приходит на мид. Говорит. Ладно, теперь я тут буду стоять рядышком. Решает у нас команда как бы уезд зайти в вражеский лес. Находят там Тираблейда. У Тираблейда уже половина хп остается. Ульты у Тираблейда нет. Поэтому надо как-то так отходить. Крест на него. Но помогут. Вот появляется у него ульта. Скорее всего скиллпоинт держал. Сватнулся с кункой. И в итоге не убивает Тираблейда. И это был плохой выход от команды КБУ. Ну как плохой. Никто не погиб. Уже значит неплохо. Так что это скорее выход в никуда. Скажем так. Никто никакой выгоды не получил. Да, кстати. Радик себе фармит алхимик. Да, это будет алхимик через Радик. И здесь его находят. Пробивает его Пангалер вместе с инвокером. Набалтывает колбу. Откинет у нас в инвокера. Пангалер катается и не попадает. Сейчас уже попадает. Еще и по Виверне. В Виверне еще пятый не будет у нас в Винтерскерс. Начинает хотя бы Виверну решили добить. И вот она подлетела и умрет скорее всего. Как опустится. Да, умирает у нас Виверна. Отличная перетяжечка от инвокера. И алхимику там сбили. И убивает Виверну. Да, но главное, что у КБУ алхимик выжил. Но у него... А, ну все, просто ТП нажимает. Да, ТП и будет сформить там, где дадут. Да, ну... А что ему еще нужно, как бы? Да, надо как-то быстренько выформить Радик. Хотя тут прям супер какого-то раннего Радика на алхимике не будет, скорее всего. Да, обычно у них алхимик собирается через Армлет. Да, Армлет. Баттл Фьюри может. А сейчас вот решил именно Радик сделать. Ну, возможно, чувствует по вражескому пику. Того же Тираблейда хочется Радиком, возможно, сжигать. Понимает, что пробивать он его рукой не так сильно будет. Я думаю, очевидно, почему. Говорить не буду. Потому что не придумал. И начинает пушить у нас КБУ ЮЭС мид-выжечку. И... Ну, конечно, так пока что слабенько пробивает. Еще и Трент выхиливает. В итоге у нас сейчас Трент после всего этого войдет в мету. Ну, так сказать, последние дни у нас мы видели одну агрессию, агрессию, агрессию. А Трент это тот, кто может останавливать агрессию тем, что выхиливает Тавра. Уникальная, конечно, механика. Хил башен. Не каждый герой может таким похвастаться. Ну да. Кстати, вот уже шестой уровень сейчас будет у нас Трент иметь. Нижечку взял. Тут у нас Виверна встречается с Инвокером. Но тут неравная битва, конечно, будет. Конечно же еще Пангалер подсоединяется. И как только встает у нас Виверна из ледышки, ставит курсу. Но Инвокер не стоит в рейнже этой курсы. И в итоге умрет у нас Виверна. Нейтральный крип добивает. Ну, обидно, конечно, команде Team Empire. Но после такого шмотки обычно не ломается. Так что просто смиряться и пойдут на низ спушить Т1 вышку. Да, в итоге Виверна-то всех переиграла. Виверна всех переиграла. Значит, все кнопки были нажаты идеально. Тут у нас начинается пуш вышки. Да, убедит сейчас Котапу. И вышка упадет. А у нее ХП-то уже нету. Все, это минус 100. Инвокера ставит, наверное. Да, 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 Инвокеру, да. Потому что трипы били в этот момент Котапу. Там стопроцентная вышка для Инвокера. 90 голды каждому. Поздравляем. Смоки у нас, кстати, СМК покупает. Видимо, хочет вардики поставить где-нибудь. Да. А здесь недалеко Алхимик. Возможно, его найдут. Сейчас будет на линии, покажется этот Алхимик. А здесь у нас наверху уже три персонажа команды КБУ и УС. Один террент стоит, если что, хилит Тауэр. Но здесь будет сильный пуш, конечно. Очень много юнитов. Убиста. Да, но будут дефать Тауэр. Да, Инвокер приходит. И Шачло уже здесь. Возможно, сейчас Зевса видит Инвокер. Начинает атаковать Зевса. Зевса оттригивает. Но, возможно, Зевса тут не отпустит уже. Бежит дальше Инвокер. Здесь еще СМК его замедляет. И Зевса это не переживет. Вот там еще от Крымта ульта залетает. Два персонажа связаны. Здесь также Кунка появляется. Кидает корабль у нас в Инвокера. У нас Шачло катается. Куса на него вешается. Пытаются отойти, разойтись. В итоге все каленые. СМК пробивает Кунка. Но Пикачу здесь остается один. Откидывается всеми скиллами. Шачло у нас сейчас на торренте полетает. Его пробивает Кункой. И он это не переживает. Даже прыжочек не успевает сделать воду. И в итоге пока что один в один размен. Дальше гонит СМК. Кутавра здесь уже не стоит. СМК скорее всего здесь тоже убьют. Инвокер подсейвит. Подкидывает у нас Кунку. Но все равно она умрет. Да. Погибла эта СМочка. В итоге минус 2 дает команда КБУС здесь. И неплохо для нее. Да. Еще и вышка упала. В принципе они более чем довольны такими разменами. Да. Мертвую вышку тренд уже не выхилит. Но пока что в этот момент Тираблейд. А Тираблейд кстати пробитый каким-то образом оказался. Это его крипы так пробили я так понимаю. Да. Скорее всего фармил иншей. Может там стаки были. Да видишь не так далеко он кстати остается от алхимика. Да. Силена 500 голды. Да. И возможно это не разорвется. Он свапается с СМкой. СМка в шоке. Но так надо. Так надо ей говорит Тираблейд. И начинает пробивать нижнюю линию. А СМ когда уже выхилилась. Транкхилы работают. Сапожок на ногах. Который хилит хатай. Транкхил кидать на нее не будет. Тавар уже не. Мне кажется. Ну да. Крип или тавар. У меня стоял выбор. Похилить СМку или выхилить тавар. Выбор будет очевиден. Мне кажется на месте СМки любой может герой оказаться. Ты выберешь тавар. Так и есть. Так и есть. Правильно. Я говорю. А если скилл дан. Чтобы хилить тавара. Зачем хилить героев. Правильно? Единственный скилл который может похилить башню. Вот. И графики у нас тут. Такие прям разрозненные. Но. Вероятность победы только на Тим Эмпайр. На 5 процентов больше. Монта появляется у тебя Блэйда. Зафармил. Слушай. Довольно раннее кстати. Да. Теперь фарм еще лучше пойдет. Да. Теперь иллюзий будет еще больше. Здесь у нас. Бестмастер ищет инвокер в инвизи. Но не найдет. Он чуть-чуть правее. Да. Видно. Так. Курьер. Да. Знает что здесь он. Курьером возможно сейчас увидит. Да. Да. Знает что бестмастер здесь. Бестмастер сразу тп шивается. Курьер убивает. И возможно только зоопарк захочет забрать. Да. Медасиком убивает кентавра. А у алхимика появляется Радик. 14 минута. Казалось бы ранен. Но алхимики обычно его побыстрее вынесут. Слушай. Линия тяжелая была. Его понять можно в принципе. Да. Понять можно. Простить тоже в принципе. И смоки прожимают. Тимпайр. Цемочка. Пангалер. Инвокер. Кого еще нужно для счастья. Ну возможно трота хотелось бы еще в смоки. Выходит на вражескую тройку. Возможно там встреча будет с алхимиком. Который как раз туда заходит. Идеальные тайминги для Тима Парри. Если они сейчас тут поймают алхимика. Видят алхимика. Здесь также. Кюрсу бросает Виверна на Пангалера. Откидывается здесь колба еще алхимик. И в итоге. Виверну хотя бы добрать. Подкидывает ее. А похер. Ну да. Она вот тоже выживает. Там уже летит корабль. У нас Трента. Да. В Трента влетает корабль. Здесь Шачло уже едет. Его не остановит Виверна. Она уже Кюрсу потратила. Алхимик идет драться. Трента убивает. Трент перед смертью выдает ульту. Но не очень полезно. А здесь у нас настреливает Тераблейд. По Зевцу и Зевс. Нет. Пока что выживает. И очень сильно у нас разбивает Тераблейд. Даже Шачло там умирает. Даблкил уже. Для Бестмастера. Главное сейчас уйти Тераблейд. Ну слушай в принципе. Неплохая драка. Не ожидали имперцев. Мне кажется. Осада именно. Да. Но Радик на алхимике. Ну хотя там Радик не особо много жег. Сейчас не дать ему колбу сбросить. Да. Не дали. Тауэ пробивается. Ну уже. КБУС почувствовали свою силу. Уже. Это уже не линии. Забыли про линии. Тут уже другая игра. Другая дота. Видишь. Кунка пока что очень сильно себя показывает. Еще у него БКБшечка будет. Он еще сильнее станет. Да. 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 Тут корабль от Кунки. Это прям имбалансный скилл. На любой карте это имбалансный скилл. Пангалееру пока что тяжело. Он всегда на нем ульта Виверны висит. Там потом пойдет еще Рор какой-нибудь в драке. Да. 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 Он пытается кататься. Но пока что получается у него очень тяжело. Да. В Скаде планируют у нас Терраблейд покупать. И руну инвиза находит Кунка. Но перед ним дерево забирает ее. И здесь сразу же досты прожимается. И дерево не переживет. Вот это. БКБ появляется. БКБ у Кунки. Не утрен, то не подумайте. Да. В итоге Джеймс просто погибает. И теперь можно еще попушить Таурника. Да. Да Таурка уже спушили. Можно сейчас перетянуться наверх и поймать там Пангалеера. Пангалеера уже у нас катится. Пытается просто этот Соник сбежать. Видимо не успела вернуть ту выдать. Да. Скорее всего не прожала. Там даже на нее попили колбис мастер. Почему ты не жмешь кнопку. А здесь у нас девца подлавливают. Заморозил ее ЦМК. Он пытается упрыгать. Конечно сильное замедло. Но тут ЦМК почти что соло килл оформляет на зевсе. Кто бы мог подумать. Сосмоки КБУС прожимают сразу же. Алхимика Виверна и бисмастер в них. Идут на мид. Тут у нас инвокера можно будет поймать. Через курсу убить или через ров бисмастера. Но алхимик передумал уже. Алхимик решил фармить. Сейчас подцепит у нас инвокера. Бисмастер подпрыгивает. Ультует у нас инвокера. Здесь сразу же Тран пытается подцепить. Прожимает все свои кнопки. Но умирает у нас инвокер. Но убьют в бисмастера размен. Пикачу прожимает БКБшку. Отходит. Возможно алхимик прыгает у нас. Кидает колбу в Стрэнта. Но это все что полетит в Стрэнта в данный момент. Да я вижу кстати. Алхимик уже стал подключаться над Драком. Потому что блин приобрел себе. Стан у него очень долгий. Если она болтает колбу до конца. Да. Да. Нотероблэйд пока не готов. Они вот только вышли с темочкой. Убили этого зевса. Да. И в итоге у нас инвокер отправился в таверну. Прожменно без мастера. Нотероблэйд фармит в этот момент. Алхимик конечно он перетянулся. Дал колбу. Но не фармил в этот момент. А килл бы был. Может быть было бы и получше для него. Тут вопрос. Вопрос. Хотя уже начинает Тероблэйд по чуть-чуть отставать. Уже на 800-900 голды. На Творца только прошу прощения. Мне кажется все равно несущественно. Да. Пока что да. Потому что 18 минута. Страшно когда тебя алхимик на 5000 на Творца обгоняет. На этой минуте. Да. Какая-то еще терпима. Дезерс я как заметил. А тут зевса прям тяжело ему. Его прям сильно пробивает. Вот Сэмка соло почти что оформляет. Смоки у нас опять прожимаются. Пока что только на двух персонажей. Кунку и Виверну. Они идут во вражеский лес. Здесь никого не находит. Да. Тероблэйд далеко. Здесь тут Капангалер если что есть. Его конечно тоже можно подловить убить. Он пойдет сейчас сдефать вышечку. Его на варде увидели кстати. У него если что блинк есть. Уже сразу же у него сейчас полетит. Он шардом сбивает Кунки кнопки. Тайминги точнее на кнопки. И в итоге. У нас на низу сейчас будет драка. Тпшится туда Кунка. Здесь уже колба повешена на Зевса. Алхимик взорвался. Ни в кого колбу не сбросил. Трентар сильно пробили. Но он ушел. Да. В итоге никого у нас команда КБУ не убивает. Да. А КБУ не хотят останавливаться. Здесь у нас ров ЦМку. Уже хоть кого-то надо убить. И ЦМка это не переживет. Да. Бисмастер оформляет соло килл на бедной ЦМочке. А Кунка хочет Алибарду себе. Так. Здесь у нас видит у нас Тикачу иллюзий Краблейда. Хочет забрать. Да. Забирает все. Здесь Виверна если что на подкрепе была. И подпушивает у нас Тим Эмпайр в этот момент нижний тавер по чуть-чуть. Прямо вот по чуть-чуть он падает. Трент тут пусуется. Я помню этих трентов которые еще молоточек собирали и сбрасывали на линии. Они всегда собирали. А что ты мог сделать? А ничего. Там тебе всегда надо было перетягиваться. Дефать это как-то. Это было очень тяжело. Это было. И здесь находит у нас Зевса. Зевс сразу же упрыгивает. Джеймса пробивает очень сильно этот Зевс. Но он решает у ТПшиться. Слишком много дамага в него улетело. Там бы еще один болт и он бы умер возможно. А зашли у нас в этот момент на Рошан и КБУ ЕС. И это будет минус Рошан. Забирает Алла Егис Алтхимик. Сразу же набалтывает. Но там его стопит. Сбрасывает у нас Пангалер. Пангалер умлекровался. И в итоге, так сказать, уклонился от этой колбочки с помощью Шарда. Да, Скади, кстати, уже имеется. Практически имеется у Тераплейта. Можно какую-нибудь Драку навязать. Как только появится Скади, возможно. Но хотите ли вы против Алхимика драться за Егой? У него сейчас, видишь, Аегис еще имеется. И, скорее всего, к этому, когда кончится Аегис, у него БКВ уже будет куплено. Да, здесь такой вопрос. Как бы, с одной стороны, ты убиваешь Алхимика. Он когда возрождается, у него нету формы. Ну, ульты, как ты понимаешь. И там он уже просто мятная булочка. Да, но есть, видишь, Риверна в команде. Есть Куночка с кораблем. Есть тот же Бессмассер. Да, вот. Это с другой стороны, да. А вот тут у нас у Трента появляется Блинг. И у него будет еще лучшая позиция. Ульт по пятерым? Ульт по пятерым, если встанут. И у нас размен-то в раме идет. Трент выхиливает свой, пытается. А ребята пушат вниз. Здесь у нас Зевс пытается задафать это вместе с Виверной. И приходится команде Тиму Паре даже отходить, бояться. А стоит ли бояться? Вы же знаете, что остальные наверху. Но боятся ТП, что перетяжек. Думаю, что не уйдут. Здесь же еще аванпост стоит, который нельзя пока что забрать. Пока стоят все Т2 вышки. А их аванпост как раз-таки забирают, команда КБУ. Да, Элебарда еще появилась у нас у Кунки. Тяжело сейчас будет Тираблейду. Потому что контроля на него очень много у команды КБУ. Да, и прожимает у нас Тим Эпайр с Маки. Пока что только на СМК и на Тираблейда. Вопрос зачем? Хотят ворваться. Кунка у нас с ветра подняли. Ману выжгли. Но он идет дальше. Он не боится. У него, если что, БКБшка есть. Алхимик наболтал, но подорвался БКБ. Да, его там, кстати, БКБшка. Да. Но Алхимик очень быстро фармит. Но Тираблейд вообще не отстает. Тираблейд прям в спину ему дышит. А у него нету, кстати, скилла на фарм. Которую монетки дополнительно дают. А Энвоки уже 3 сортельки может отбрасывать. А здесь у нас Зевсана ходит. Очень больно пробивает. У нас тут разогнался Шачло. Но разогнался зря. Алхимик отменил ТП. Он отменил ТП на Алхимике. И продолжает пушить. Да, сейчас, скорее всего, заберут, как бы, у нас МИД-вышку. Да. Крент уже начинает хилить ее заранее. Алхимик врывается в Инвокера. Начинает его бить. В него крест еще влетает. И корабль, скорее всего, в Инвокера влетит. И Инвокер это не переживет. Пытается его зафорстапать в воздухе. Но умирает он так же. В воздухе. И Вышку продолжает бить. А МИД-рто мертв. Обидно. Да, мне кажется, они могут зайти дальше. Могут, конечно. А Егис есть? Тут уже глиф прожимается. И бэкдор работает. Но проработает он недолго. Да, бэкдор отключается. Но здесь сомнительно, что они зайдут на Т3. И башер еще, кстати, появился у нас у Пангольера. Да. Да. Нет, заходят, все же заходят. Инвокера еще не будет 15 секунд. А стоит лиц. ЦМку поймали. ЦМку убьют. Она мятная булочка. Ее не это. Ну, живет, 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 живет. Нет, добивает. Ультазевса. Ультазевса ее добивает. И начинает бить. Ребята, а вы собираетесь это дефать? Хочу спросить. Я у команды Team Empire. Потому что полвышки уже упала. Тренд пока что не может это выхилить. Инвокер уже сюда бежит. И вышка упадет, скорее всего. Да, вышка падает. Т3, за ни за что. Как так? Моголея, конечно, пытается. Там ты хочу подстанеть. Алхимика в ледышку прячет. По нему как раз царделька прокатывается. Но хила все же больше. И пытается Егиса так дистанционно выбить из него. И бараки падают. А где Тироблейд? Тироблейда, возможно, формы нет. Как-то на халяву забирает команда КБУ и УС. У нас бараки. Слушай, ну тяжело имперцам пока что добиваться. Потому что нет. То есть, ну, БКБ на инвокере нет. Они не попытались. Тироблейд, мне кажется, еще не хочет выходить из леса. Потому что, наверное, ждет какой-нибудь БКБ или линьки. Ну, ладно. Хорошо. Тут расходятся в итоге. У Алхимика, скорее всего, скоро АЕГи закончится. Тут инвокер хочет в инвизе кого-то подловить. Возможно, соло килл какой-то. И тут идеальнейший скан был по нему. Прям идеальнейший. И вот БКБ 30 секунд. БКБ на тераблейде. Все, знает алхимик, что здесь инвокер. Инвокер знает, что здесь алхимика. Зашлись. АЕГИС еще 20 секунд где-то будет работать. Тираблейд уже... Здесь он или нет? Пока что нет. Он далековато шик. И пока что тут панголера пробивают. Он тут катается. Курса потрачена. Он катится дальше. Пытается его догнать все остальные. У алхимика еще не заканчивается. АЕГИС убивает АЕГИС в последние минуты. Тираблейд уже здесь. На нем алебарда от функи висит. Прожать надо БКБшку. Сейчас очень хорошая ульта ЦМК. Никто не может ей сбить. Но в БКБшках ее просто бьют. Остается здесь тераблейд буквально один. Надо уходить. Но в этот момент инвокер убивает у нас Зевса. Значит продолжает у нас тераблейд бить Покачу. Дальше в спину ему алхимик нравится. Опять алебарда на тераблейда. Ничего не может сделать. Свапается с алхимиком. Тираблейд живет. Пока что форма действует. Бегут дальше за Пикачу. Пикачу пытается уйти. Рядом тоже Бестмастер бежит. Топоро откидывает. Кунка это скорее всего не переживет. Наскидывают ему скиллы. А. Спасает. Спасает. Байбэк у нас от Зевса. Убивает у нас все же тераблейда. Кунка живет. Ледышка спасает его. И здесь остается один инвокер. Алхимик бежит. Пытается найти. Но инвокер в другую сторону сбежал. И в итоге полностью провальная драка для Team Empire. Не смогли добить ни Кунку, ни кого. Да. Только Зевс у нас байбэк потратил. Это не то что они хотят. Сторона уже почти полумертвая на миду. Барак уже на последнем издыхании стоит. И врывается у нас Алхимик тут. Его сразу же подкидывают. В бессилии пока что. Жгет его Радиком ЦМку. Пангалер хотел подсейвить. Уже нажимал ульту. Но отменил. Да. Не будут заходить. Потому что до тераблейда 10 секунд остается. Да. Но Алибарда полная контра тераблейда. Как я увидел в замесе. Он вообще не бил почти. Почти не бил. Очень много станов в него влетело. Потому что он БКБшку рефайром не нажал. И там залетела в него Алибарда. В Алибарде ты БКБ не хочешь ждать. И пока ты в Алибарде. В тебя прыгает Алхимик и кидает колбу. И начинают у нас пробивать низ потихоньку. Там еще один вышка стоит. И... Ну это так халява. Тиму Паев пожимает смоки сразу же. И хотят возможно поймать кого-то. Но это было на птицы. Это все чекается. Все видится. Все знают команды КБЮС. Драка имперцам. Потому что нету формы Тираблэйда. А Тираблэйд у них... Только он дамажит пока что. Да. Тинвокер пока что не справляется. Так. Врывается. Врывается у нас Виверну. Подкинули. Виверна скорее всего не пережет. Успевает откинуть Курсу перед смертью. Но это была Курса в никуда считаю. Убивает в итоге хотя бы Виверну. Ну. Хоть что-то. Хоть что-то. Но недостаточно. И я уверен что Тим Эмпайр хотят большего. И уже у нас прокликивается что надо дефать Т2 вышку на низу. Но вопрос будет ли Тим Эмпайр ее пушить. Потому что видно что уже три героя отходят на мид обратно. Возвращаются. Здесь сейчас будет встречать СМ-ки и Кун-ки. Потому что Кун-ка видит эту СМ-ку. Птичка там подстанивает ее. Но Кун-ка даже не хочет на нее уходить. Возможно думаю что рядом есть подкрепа. И уходит отсюда Кун-ка в инвизи. Шадо блэйт у него кстати. А инвокер пока что очень мало. У него только урнауми, дасик и травола. Кринтоль на инвокеру. Да. И сейчас у него корабль влетит. Вопрос не убьет ли его Кун-ка. Здесь соло. Вижен по нему есть. Да соло килл практически для Пикачу. Там только Зевс чуть-чуть помог. Из другой части карты. И умирает. Пока что вообще не может себя на карте найти. Инвокер 10 тысяч на творство. У него пока у алхимика уже 20 практически. Да и у Кун-ки 15. Тяжело без БКБ. Да. Тираблэйт пока что соло на своих плечах не может это вытащить. Если в начале получалось. То сейчас уже тяжеловато. Но. Ну посмотрим что вот. Возможно с покупкой БКБшки инвокеру станет полегче. Да. Но хотя бы вот этот у него будет. Окно жизни. Пока в него не может влететь тысяча станов. Да. Но мы сейчас с тобой увидели как Shadow Blade. Кунг на алтычку и инвокер. Да. Лица потерял. Пока просто забирает у нас Ставер. КБУ. У нас начинает БКД работать. Но Крипы скоро придут. Алхимика пробивает. Его сразу же от Форстафы. Но там очень много бафов. Конечно. Там от Бесмастера того же. Но отходят. Решают не пушить. Решают зайти на Рошана. Но там таймер большой. Еще минут 30. И скорее всего сейчас они эту минуту 30 и протусуют возле Рошана. 29 минута тем временем. И Алхимик. Конечно не можно сказать. Нельзя сказать что весь Натворс в Алхимике. Тут как раз таки все имеют что-то. Кунг тоже себя отлично чувствует. И в принципе и Бесмастер. А так в целом. 9 тысяч. 9 тысяч Натворс. Перефарма на 29. Не самая страшная цифра. Видали побольше против Алхимика. Но в целом видно что играют сейчас пока что Тим Эмпайр вторым номером. Тираблейд соло. Как я уже сказал не может. Пока что. Да. Нужно дожидаться. БКБшечки на инвокере. И тогда уже давать хорошую драку. Потому что. Да. Да. Как ты сказал Тираблейд не может соло вывести. А покупает торчит у нас инвокер все-таки. Да. Чит хотя бы покупает. Но теперь возможно. Он хотя бы может убивать Цапика в спине. Да. Виверна он может сразу убить. Да. Зевса того же самого. Ну Зевса он убил в прошлом файте. Сильврейдж у нас появляется на кунке. И БКБ на бестмастере. Все больше и больше шмоток. У КБУС. Да. Увидели у нас кунку. 20 секунд остается. У нас до Рошана. Зайдут ли на него. У КБУС там есть вижн в виде птички. Да. Пока что Шашлог просто отпушивает линию. Но тяжело. Тяжело. С каждой минутой все имперцам давать бой. Потому что у кунки колоссальный дэмэдж. С руки. Алхимик всегда живет в драке. Если что подсейвит вот Виверну. Но. Теперь появилось решение на Виверну. Арчидик есть у нас на инвокере. Да. Ну. Посмотрим. Посмотрим. Это конечно. Это решение против саппорта. А хотелось бы решение против того же Алхимика. Конечно. Скади есть у нас у. Тираблейда. Ставится у нас пауза. Скорее всего. Да. Бог Олимпа у нас вылетает. И подождем. Подождем его. Ну. Видимо какие-то проблемки опять. Проблемки? Клаву разбил. Да нет. А что я его разбил? Да. Он как бы ведет. Он как бы ведет. Он такой. Парни сейчас паузу поставим. Они вообще кем тонут. Ну нет. Ладно. Такое конечно маловероятно. Да конечно минута. Все таки. Ребята у нас профессионалы. Но не мы. Да. В дотку играют. Много и часто. Много и часто. Много и часто. Да. К сожалению она не всегда работает. Как надо. Но. Починят в скором времени. Сейчас. От Valve. Очень много багфиксов. Тебе на смс-ку написал. Разработчик Valve. Да. Да. Говорит. Сашочек. А у меня в очках встроенные. Переписки. С Джеффом Килли. Да. А кто это? Ты что реддит не читаешь? Это. Парень которому не все равно на доту стало? Да. Слушай. Да. Он говорит кстати что над дотой. 30 человек сейчас работает. 3 компании. Ну да. Там на 10. Надо поделить. Так. У нас начинает у нас бить второго Рошана. Дайдалов появляется у нас тут Раблейда. Будет ли этого Рошана дефать команда темы парня? Скорее всего нет. Потому что у Рошана уже 1.3 здоровья. И она тоже улетучивается. Шарт у нас кому-нибудь сейчас достанется. Так. С анстрайком проверяют. Идут. Но не дойдут. Да. Опять алхимик у нас Аегис подбирает. И смоки нажимают у нас имперцы. Да. Да. Смоки прожимают. Возможно хотели идти драться на Рошана. Видят Кунку. Кунка сразу же возвращается на кресте. Сняли смоки из Тираблейда. Слушай, ну Тираблейдерам посмотри. Он готов дать бой? Да. Один ВС все? Ну я не уверен, что один ВС все он справится. Потому что они будут еще появляться у Зевса. То бишь купил аганин. Да. 10 тысяч у нас пока КБУ ведут. Да. И в итоге сейчас у нас будет встреча скорее всего на мид-линии. КБУ ЮС стоят сверху. Тим Эмпара стоит снизу. Ну нет. Отходят в лес. Так. Здесь птичка. Птичку видно. Тут много кто в инвизе. Птичка умирает. И здесь у нас буквально рядышком стоят. Прочекали. Увидели у нас Трэнта. Трэнт умирает быстро. Трэнт умирает. Имперцам нужно сразу уходить. Да. Да. Сразу надо уходить. Уже кликается, что у нас вверх очень сильно пропушен. В сторону имперцев. И возможно там можно снести вышку. Хосту у нас находит Тераблэйд. Поможет ли она ему. Ну идет дальше за Зевса. У Зевса уже половина хп. Зевса у нас умирает. Умирает 8 секунд не будет. Пытается у нас бисту тпшиться. У него это получается. Надо хотя бы зоопарк снести. Зоопарк сносится быстренько. Да. Погибает зоопарк Бесмастер. Остается тут только 3 героя. Бесмастера здесь не будет. У него тпшка в кд. Алхимик готов драться. Если что сейчас прыгнет в Тераблэйда. Прыгает в Тераблэйда. Начинает по нему наваливать. Сейчас у него еще Алибарта залетит. Нет БКБ. Он успевает поражать БКБ. Начинает стрелять по Алхимику. Сразу же 2 БКБшки тп ауты. Пытаются Алхимику сбить. Получается башером Бангалера сбить. И в итоге Алхимик здесь пока что. Только с Виверной взрывается. Виверной его сейвит или дышка. И Алхимик кричит. No why you did this. И в итоге Алхимик и Виверна погибают. Но это только первая смерть Алхимика. Алхимика начинает бить всей командой. Свапается с ним Тераблэйд. Алхимик умирает 2 раза. В итоге отличная драка от Team Empire. Я на Виверне вопросы. Я на Виверне вопросы. Да. Да. Повторили легендарный момент. Только Алхимик. Да. У нас был в качестве гостя инвокер. У нас покупает блинк после этого файта сразу же. И сразу же 6 тысяч метворца у нас превосходство только становится. И минус 3 дали. Это неплохо. Забавно так получилось. Я бы сказал это отличная драка для КБУ. Ой для имперцев. Для КБУ вообще не отлично. Для КБУ не отлично. Еще кстати находит у нас здесь бисмастер. Да бисмастер тратит БКБ. БКБ тп аут. Ну хотя бы так можно уходить от вот этих атак инвокера. В итоге у нас инвокер становится резко полезным. И опасным. И линка еще появилась у нас в Тираблейд. Да. Тираблейд вообще теперь ничего не будет принимать. Даже вот эти станы внезапно. Это Алхимика. Здесь у нас находят Пикачу. Пикачу пытается отбиться. Корабль дает. Здесь его все бьют. ЦМка особенно по нему наваливает. Вы видели это? Фрикадельки летят от инвокера. Тут Шачло ездит. Ламборджини Диабло. Прыгает тут еще. Почтит что убивает Виверна. Виверна не переживет это со страйком. Ее добивают. Нет. Шачло его добивает. Тут у нас ультует ЦМка. ЦМки это сбивает. ЦМка погибает. А еще без мастера. Но без мастера тут без ГБ. Тут уже подходит этот Тираблейд. ДД. Убивает у нас этого Бессмастера. Он ультанул кстати в линку. Не знал о линке. В итоге у нас Панголея тут пробит. А можно убить сейчас? Можно попробовать спасти. Свапается с ним Тираблейд. Здесь уже ТП шится тот самый Кунка. Это Кунка. Это Кунка. Здесь у нас атакуют Трента. Трента убивают. Тираблейд у нас продолжает. Ой какой Крит больной по Пикачу. Пикачу сразу же Алибарда откидывается. Я не хочу чтобы ты меня бил говорит. Тираблейд наконец-то у него форма от КД. Прожимает форму. Убивает зоопарк у нас Бессмастера. Влетает у нас скиллы в Тираблейду. Он их ловит линкой. Кунка прожимает у нас инвиз. Пытается догнать. Но здесь на варде прокликивают. Начинает у нас настрелю по Пикачу. Он прожимает БКБ. Тираблейд тоже прожимает БКБ. Но не успевает он до Алибарды его прожать. В итоге расходятся. И эта драка закончится? Да. Нет. Продолжится себя драка. Видит у нас Реалма. Ну нет. Ну так. Стрельнул так. Чисто спинку почесал. Отошел. Но Тираблейд был готов подраться. Да. Может на ульта откатилась. Да. Он стоял. Такой. Я готов. И он бы там еще мог свап и убить Алхимика возможно. И в итоге эта драка... Ну я даже не знаю. Я бы сказал это драка 0 в 0. Я бы сказал что это отличная драка. У Алхимика появляется у нас башер. Башер у нас появляется у Алхимика. Да. Теперь еще больше контроля будет по Тираблейду. Или даже возможно по инвокеру. Как он залетит с блинка. Даст стан. И сразу баш. Да. Ну или сбывать ТПшки. Когда кто-то пытается от него уйти. А колбочки у него нет. Да. И вот мы видим статистику. Вероятность победы на КБУ у нас 76%. На имперцев пока что 24. Ну там была она побольше. Как я вижу. Она просто просела после последнего файта. Здесь у нас трента сейчас найдут. Но это трент. Всех находит. Тираблейд уже здесь. Прыгает у нас трента. Тирента быстро убивает. А ульту он опять не даст. Виверна в ледышке. И в итоге Тираблейд буквально с пары тычек. С пары критов убивает эту Виверна. Здесь уже катится у нас Ламборджини Диабло. Едет. Находит у нас зоопарк Бисмастера. Инвокер уже здесь. Виверна байбекается. Алхимик быстро вырубает инвокера. Инвокер у нас подставился. Шачло пытается убежать. Шачло здесь уже не спасут. Шачло здесь очень погибает. Очень далеко зашли Team Empire. Тираблейд не был готов к этому. Очень быстро убил Алхимик. Слушай, ну я тебя как и сказал. Залетает колбочка и первый башей он умирает. Да, очень больно. Так сейчас все и было. И обидел сразу же появляется Алхимик. Как быстро у него шмотки появляются. Вот вроде у Тираблейд на первой позиции. За одну драку, за одну драку. Да, он зафарил. Я даже не знал, что в доте сейчас можно после каждой драки по одной шмотке лутать. И даже не лесной. Вот такие вот ребята. Умеют фармить, так сказать. Сатаник еще укунки появился. Сатаник еще укунки появился. Выходят на верхнюю сторону. Но Тираблейд будет дефать это без своих дуфкоров еще. Пока что Тираблейд и Трентом там Нимус поставили. И пока что бараки падают. Алхимик хочет ворваться. Откинул колбу в конце. И вот он прожимает у нас форму. Тираблейд хочет догнать. Стреляет. Но его очень много станет. Он БКБ не хочет сжать. Потому что нету рядом никого. А вот сейчас Алхимика начинает пробивать. Прожимает БКБ. Тираблейд. Алхимика ставят колбу. Сейчас уже хорошее. Сейвит. Начинает пробивать Кунку. Алхимика также пробивает. И возможно здесь сейчас будут похороны одной из команд. Катается у нас Пангольер. Инбокер раздает свой проказ. Это скорее всего похороны для команды КБУС. Уже умирает Алхимика. Пикачу очень пробитый. Выхиливается хорошо одним флешиком. И сразу же убивает. Нет. Хилится. 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 Но вот теперь настреливает у нас уже Тираблейд. Убивает у нас уже троих. В размен на Пангольера. Виверна тоже умерла. Умер и Кунка. Умер и Пангольер. И в итоге видит Джеймс у нас. Ульты у него к сожалению нет. Но есть оцепенение от Шарда кстати. И в итоге у нас тут возможно и Бессмастера поймать. И с команды перетянется. Свапнешься ли ты на Тираблейде с Трентом чтобы спасти его? Нет. Не захотел. В итоге у нас Трент погибает. И умирает у нас Бессмастер. А я бы свапнулся. Я бы засеял свою сапика. Ну это ты сейчас так. Ну да. На трансляции говоришь. Да. В катке я бы этого не сделал конечно же. Конечно. Слушай ну в итоге отлично драка. Атим импайр. Да. Но потеряли верх. Верх потеряли. А так и можно и по... Ну низ конечно он длинный. Там Т1 еще стоит. Да. Но. В общем то бараки в хорошую драку. И вот. Ну тут как бы ни обжигов никаких не заберешь. Рошан мертвый. Как я вижу башни не особо пушатся. Так что драк это хорошее. Но не за что. А сейчас только мид вышку заберут. И скорее всего отойдут. Потому что до алхимика 15 секунд остается. Там еще и верно будет. Бессмастер у нас 50 секунд. Уже 40 у нас вырываются в Зевса. В Зевсу на Форстафе. Уходит. Инвокер в итоге. Он очень много орешков получает. Далеко не грецких. И. Ну все же отходит. Уходит. Да. И Хекс сказать планирует покупать у нас инвокер. Возможно как то полегче. Контроля еще воды. Я хочу сказать. Да. Контроля будет еще больше. Под той же Виверни. Зевс. Кунка кстати. Нажмется таник. На него сразу Хекс полетит. И. Он умрет за этот контроль. Цемка покупает смоки. Возможно захотят подраться. Рошан на таймере через 2 минуты. Слушай. Ну и в итоге. Это тераблэйд у нас прям заряженный. Такой боевой парень. Заряженный готов к битве. Он готов драться со всеми. Ну ему бы аганим. Возможно. Чтобы так сказать страх был. А пока что у него агильный блинг еще. Да. Скорее всего хотят наверное аганим выбить с Рошана. Смоки прожимают КБУ ЮС. Идут. Возможно на Рошана. Возможно по миду сейчас пойдут. Хотя драки. Смоки прожимают у Тим Эмпайр. Кто первый? Так. Здесь Кунка снимает свои смоки. Должны понять им Эмпайр. Что команда КБУ была в смоках. Здесь у нас алхимик отблинковывается. Тоже смоки спадают. Джеймс бежит. Сейчас возможно будут хорошие корни. Да. 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 Нет. Не дает корни. Вот. А теперь дает. Бестмастер сразу же прожимает БКБ. Снимает. Тираблейд у нас в бессилии. Опять прожимает БКБшку. Но бить не может. В этот момент у нас убивает Зевсадзиев сразу же байбэк. Очень больно Тираблейду. Тираблейд из Сана не выходит. Умирают. Сто секунд его не будет. В итоге эта драка уже для Тим Эмпайр довольно таки плохая. Пробивает у нас ЦМК. ЦМК умирает. А все остальные разошлись. Или нет. Или хотят дальше драться. А просто уходить. А просто уходить здесь. Тренд еще здесь прячется. Нет. Уходит. Уходит. Видят тут инвокер. У инвокера половина ХП. Вижена нету. Реалма. И в итоге отхидывается в тренда. Тренд сразу же хосттафается. Ой. Прошу прощения. Поднимает себя. Сошмотки. Да, да, да. Сошмотки лесной. Но уходят. Уходят. Ладно. Хотя бы так. Тираблейд. Очень позднее БКБ. Там. Надо было до бессилия. Но там потом обисал. И что ты с этим сделаешь? В итоге ни БКБ, ни Линка не помогают. Да. Законтролили его. Да, не смогли его спасти командой. Да и сам он не смог. Он далековато зашел, мне кажется. Потому что команда и... Да, команда была вроде как-то ближе к лесу вражескому. А он как-то ближе к троечке был вражеской. Ну, кстати, имеется сейчас у нас диск. У Пангалера будет дольше жить. И Гем покупает сразу. Да, на Рошана у нас контролятся. Через 10 секунд будет Рошана. Учитывая, что до Тираблейда 30 секунд. Если КБУС правильно сейчас реагирует, они могут убить Рошана. Пока Тираблейда нет. Здесь у нас Стран пытается чуть-чуть попортить жизнь Алхимику. Алхимик сейчас ворвется у него, скорее всего. Нет, не станет. Потому что, знаешь, у него нету Вижена. Нибус тут стоит. Но это Нибус никуда. Рошан живой. О нем знают. Сейчас, скорее всего, будет драка за Рошана. Алхимик уже заходит через вражеский. Он вам тот, который был забран уже давным-давно. И начинает бить Рошана. Ульту прожимает. Знают об этом теперь Team Empire. Sunstrike спалил это все. И надо срочно сюда бежать. На всех парах. Просто не успеют. Не успеют. Да, не успеют. И это будет третий Рошан. Прожимают смоки, конечно же. Но Рошан падает. У Рошана уже очень мало ХП. Добивает Рошана. Аегис забирает Зевс. Пикачу забирает у нас Аганим. Алхимик здесь уже наболтал. Но никого не нашел. Потому что Team Empire, как только увидели надпись Рошан убит, отошли. Слушай, маленько непонятно, почему именно Зевс забрал Аегис. Ну, потому что у него байбека нет. У всех остальных есть. Поэтому, я так думаю. Я только эту логику вижу. Плюс у Алхимика, возможно, нету слотов уже под него. И в итоге у нас тут Нибус от Зевса ставится. Линку сбивается. У нас дважды Рептероблейду. И вот он опять Алхимик наболтывает. Найдет кого-нибудь? Да, захочет ли прыгать на ХГ? Вопрос. Ну, в иллюзию скинул. Слушай, ну был Байегис, мне кажется, он бы ворвался. Ну, кто знает, кто знает. Ну, посмотрим, что сейчас захотят. Пойдут Т1, Т2 и третью сторону. Надо вынести третью сторону, говорит кто-то у нас из КБУ-УС. И так и сделают, скорее всего. Можно Т1 просто так зайти на него. У меня Бэгдора ничего нету. Слушать. Кто-то сейчас линию протолкнет. Дима Пайр прожимает смоки. Возможно, смог последней надежды. Потому что очень тяжело сейчас будет драться. Врывается в Кунку. Кунка быстро очень умрет. Надо сыр прожимать. Кунка погибает? Кунка погибает. А, сыр-то у Бесмастера? Нет, Кунка погибает. Сто секунд его не будет. Здесь по Виверни настреливают. Верно умирает. Два был килл для Тероблейда. Бегут дальше. И ищут. Все из команды КБУС пытаются сбежать. Кто остался? Кто выжил? Плюс в чат. Бегут. Тут Панголер. Шачло догоняет у нас Бесмастера. Его подстанивают. Сыр не успевает съесть. 100 секунд его не будет. Тут сыр бы ему не помог. Дальше Тренд прыгает. Поймал у нас Алхимика. Возможно, если Алхимика здесь два раза убьют. То это далеко не последняя надежда. Это как раз таки возможность выиграть. Начинают его пробивать. Прожимает. Уже под Т3 дерутся. Надо убивать Алхимика два раза. Убивают Алхимика. А, забыл. Аегис же у Зевса. Аегис у Зевса. Я забыл. Я думал до конца, что Аегис у Алхимика. Да. Сразу же ломают Т3. И возможно пойдут в трон. Зевса пытаются пробить. Но у него, вот у него уже Аегис. Байбекаться нет смысла. И уже заходят на Т4. Ломается сразу же Нимбус. Нету формы. Не будет формы ульты Алхимика. Да. Не хочет байбекать. А может просто сейчас трон упасть. Возможно трон пушит. Да. Тим Эмпайр продолжает пушить. Зевса подлавливают. Возможно, надо Зевса убить два раза. Чтоб он не дефал. Да. Бьют Зевса. Первый раз его убьют. Продолжает у нас ломать вышки. Т4. Одно упало. Алхимик байбекнулся. Байбекнулся у нас и Бесмастер. Также остальные скоро все возродятся. Надо отходить. Надо всем тут не полечь. Бесмастер сразу же прожимает рору у нас в Тераблейда. На нем линка. Тераблейд еще живой. Может свапнуться надо? И бьют его свои. Ребята, не убивайте его. Не надо. Свапайся с кем-нибудь. Нет. Не свапнулся. Умирает Тераблейд. И в итоге отбивается команда КБУЕС. Минус три дают. Остается только Тренд и Бангольер. Бангбейкается у нас инвокер. Ушачло. О, у нас Лавинка остается. Пытается здесь выжить. Но. Нет. Нет, умирает. Да, еще и птичка сверху на него упала. Да, но Тераблейд очень не хочет байбекаться. У Панголера откадешится байбек через одну секунду. Байбекнется ли он? Надо байбекаться, потому что сейчас противники-то в трон пойдут. Да, нужно байбек. О, у инвокера вот он байбекался, да? Да, инвокер только что байбекнулся. Да, он умирал и байбекался. Вот Тераблейд прям не хочется этот байбек тратить. Да, но надо, 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 братишка. Зачилься. Зачилься, братишка. Да, парни, я не хочу байбекаться к керри. Покупает у нас Хекс и Мокер сразу же Панголера байбекается. Но надо байбекаться сразу, чтобы КД раньше начало идти. Это важно. На 40 секунд остается до Тераблейда. Да, будет ли отбиваться? Нет, байбекайся, дружочек. Начинает у нас Т4 бить Сэмка, байбекается в итоге. Начинает у нас потихоньку откидываться скиллами команда Тим Эмпайр. Ребята из КБУС боятся, но потихоньку бьют. Тут у нас Шачло въезжает. Бибика станет всех. У нас прыгает Реалм в Инвокера. Инвокера застанет. Линьгимус стоит. Пытается засейвить его как-то. Инвокер, если что, умрет без байбека. Нет, выживает. Колба на Алхимике. Он же ТП нажимал. И скорее всего Алхимик здесь умирает. Алхимик умирает без байбека. 125 секунд. Круса поздняя. И в иллюзию. Сейчас Виверна тоже это не переживет. Даблкил от Тираблейда. Здесь также ловят Кунку. Ловят Зевса. Виверна байбек. Все, нету ни у кого байбеков из команды КБУС. Бьют Зевса. Зевс умирает. Минус 3. Триплкил для Тираблейда. Видит Бессмастера. Бессмастер пытается уТПшиться. Не видит его? Не заметили. Не заметили. Просто в трон бежать? Да. Просто в трон. Я вот увидел опять это Виверна кинул и хил на Алхимик. Он же ТПшку нажимал под БКБ. Why you did this? И бегут сразу же в смоках. Покупает у нас Бессмастер рефрешер. Тираблейд покупает у нас Аганим. Так что форма у него пусть маленькая и будет. Пусть большая еще действует. Зайдут по нижней стороне. У нас видят Кунку. Кунку у нас пытается догнать Трент. Трента начинают бить. Линка на нем. Встанет его Шачло. Бессмастер уже прожал ульту. Здесь Тираблейд всех пугает. Всем страшно. Бьют Пикачу. Пикачу в БКБ. Тираблейд встанет. Тираблейд продолжает настреливать. Стоит в Олибарде. Нет, не стоит в Олибарде. Его опять подстанили. Кунка нажимает все скиллы. Там ЦМка у нас вставается в воздухе. И сейчас просто в трон. 50 секунд нету Алхимика. Ребят, вы знаете, что у него нет байбека. Зачем вы пушите эту сторону? Ну ладно. Боятся Виверну, потому что может хорошую тиммейт вывести. У него все-таки пойдут сейчас в трон. Да, но пойдут. Вот она, Курсат Виверны. А там бьет Панголеер. Но он выживет. Нет, не выживет у нас Панголеер. Панголеер умирает. Здесь Инвокер тоже умирает. Ребята. Ну пушит трон. Начинает пушить трон Тираблейд. Страху нет. Тренд его подсцеливает. С пушит ли трон Тираблейд? Бьет, бьет. Прожимает, прожимает. И это минус трон. Минус трон снова начинают в чатике орать. Слушай, респекту с таким Тираблейдом. Респекту с таким ребятам, которые пушат трон, когда у него тиммейты умирают. А Инвокер он время тянул. Видишь, что все команды... Да, но будем считать так. Будем считать так, потому что Team Empire у нас закрывает... 2-0. 2-0. Поздравляем их с обворожительной победой, потому что мне лично казалось, что КБУС выиграет эту карту. Ну, я как бы не вижу ничего. Ну, потому что у них... Казалось бы, корону алхимик. Но корону алхимика законтрили. Тираблейд спушил трон. А кто спушил трон, тот и прав. Правильно? Да. Замечательная игра у нас вышла. Да, очень интересная. Много переворотов было. Много всего было. Вау, вау. Много эмоций доставила мне эта карта. Я очень доволен, что смог ее прокомментировать с вами. Спасибо вам. Спасибо вам, Александр. Нет. Прошу прощения, но я не Александр. Точно, я забываюсь, забываюсь. Слепой Джо. Слепой Джо. Все, спасибо. Ну, ребят, вы сами все видели, что здесь было. Как этот алхимик врывался, как Тираблейд отбивался. Мы с вами на сегодня прощаемся. С вами был слепой Джо Изи. А мы передаем слово студии аналитики. Ребята, вам слово. Поделитесь своими эмоциями. Как вам эта карта?